Одну из самых проблемных развязок города ждёт реконструкция уже в этом году. Речь об участке на пересечении проспекта Столетия Владивостока и улицы Русской. Существующая развязка больше не может эффективно пропускать значительно возросшие транспортные потоки. Из-за этого на участке образуются большие пробки, которые невозможно ликвидировать даже светофорным регулированием. К настоящему моменту уже разработаны все разделы проектной документации. Она направлена на государственную экспертизу. В ходе разработки проектной документации были промоделированы различные варианты, в том числе с организацией кольцевого движения, с обустройством съездов с путепровода, а также с обустройством тоннелей. По результатам моделирования был определен оптимальный вариант, который предусматривает канализированное движение, расширение полос для организации левых поворотов. Проектом предусматривается изменение конфигурации перекрестка. Для перераспределения транспортных потоков будут задействованы подмостовые пространства, которые сейчас не используются. Это позволит значительно увеличить пропускную способность участка. Движение на перекрестке будет полностью регулироваться комплексом умных светофоров. Для снижения транспортной нагрузки на данный перекресток в настоящее время уже ведутся работы по проектированию альтернативных проездов. Отметим, в 2023 году Владивосток ждет и масштабный ремонт улиц. Об этом ранее сообщил глава города Константин Шестаков. Сейчас в списке уже больше 20 адресов. Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут делать Волжскую, Шуйскую и Толстого. За счет средств государственного бюджета и субсидий правительство Приморья отремонтируют участки дорог на Махалино, Славянской, Карло-Маркса, Луговой, Чесоветино и по другим адресам. Также ремонт продолжат на Калинино и Нейбута, где в прошлом году провели первый этап комплексного дорожного ремонта. Продолжение следует...